вот с легким опозданием но все-таки вовремя для девы выходят гадание предсказаний на октябре страшно рада вас видеть и очень надеюсь вытащить для вас самые лучшие карты впереди вот этот вот пока еще надеюсь теплой благодатный урожай на октябрь и меркурий после долгого пребывания вашем знаке неприлично долгого пребывания в вашем знаке кстати у вас вам все удалось сделать за это время он переходит в весы 5 октября состоится вот переход новый транзит образуется меркурия и обратите внимание это время для переговоров то есть этот грядущий октябрь это время когда стороны противостоящие может быть какие-то противоположные чем сторону переговоров слышат или услышать друг друга то есть есть шанс с кем-то договориться с кем раньше не получалось к тому же вот этот меркурий весах очень не любит открытые конфликты поэтому те которые есть конфликты могут сворачиваться там снизится градус накал и в общем могут сходить на нет вот в это время когда солнце в весах меркурий веса то есть иссякают ну такие сорные силы да вся вот эта вот нечисть которая заставляет людей ругаться и спорить все это нечесть как будто бы разбегается прячется на на время да но только на время вот и вот такие рекомендации то есть используйте октябрь и для переговоров переговоры должны быть переговоров уговоров даже я бы сказал да еще затмение про солнечное затмение 14 октября мы с вами уже погадали для каждого знака есть отдельное видео на моем канале посмотрите если не видели там я рассказываю в каком доме у вас это затмение что из этого следует а также достаю какие-то карты лунное затмение будет еще 28 октября но про него поговорим отдельно в любом случае месяц в котором сразу два затмения естественно месяц с начинкой из бесконечных сюрпризов планы меняются на ходу придется менять планы и девам тоже да да куда деваться куда деваться третье карта выпала для вас неожиданные новости остренькие какие-то которые резанут ушко или может сердце резанут вот но колода тару кроули гигантская кроули первая общая карта месяца общий характер какое хорошее начало колесо фортуны до самой везучий карта в колоде то есть месяц везучий давайте вот на на этом остановимся может и не надо дальше уже продолжать а гадать колесо фортуны все понятно то есть вселенная ваши ангелы хранители вас вытягивают вытаскивают ну в какой-то такой вот очевидный успех успех который вернее удача да это удача правильнее сказать даже успех это немножко где вы постарались а удача это вот то что небо распорядилось вот это вот удача от вселенной полностью в полном объеме идет то есть не надо к этому ручку прикладывать это единственный совет который можно который дает колесо фортуны ваше особое дерзкое вмешательство девы в какое-то в какие-то искомые истории да она может быть лишним то есть карты рекомендуют полагаться на судьбу больше обычного положиться на судьбу больше чем вы привыкли это делать как вам такой такое начало но это очень хорошее начало всем все хотят внутреннее состояние то есть ваше подсознание еще лучше солнца да то есть солнце вообще карта против противостоит темному миру нашего альтер эго про которые мы спрашиваем ясное подсознание сны будете наблюдать только светлое и счастливое ощущение ясности ох какой-то камень сердца у вас упадет буквально к упадет камень сердца что-то для вас станет ясным что-то озарится что-то прояснится что-то выйдет на свет и это знаете солнце будете спать с улыбкой очень хорошее настроение внутреннее состояние будет а мне кажется это важно для всех с этого что начинается не так важно что вокруг творится объективные вот эти вот вещи важнее намного именно о чем ты думаешь когда засыпаешь да теперь в реальный мир работу давайте одна карта тоже нам расскажешь про ну нет не может быть я как нарочно до вытаскивать и складывается ощущение что я просто как фокусник из рукава достаю девам самые счастливые карты самые везучие карты про работу колесница говорит триумф очевидный какая-то очевидная победа то есть победа карьера карьерная может быть новую должность вы какую-то займете это может быть победа в том что вы опять же новую работу нашли себе с такой же высокой должностью это новая работа которой можно и нужно гордиться и успех это может быть признание какое-то тоже очевидное вас похвалят поощрят и выпишут премию на верит вам самый ответственный какой-то проект на работе то есть все 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 колесница знаете такой именно социальный какой-то немножко конкурентный успех описывает то есть вы опередили кого-то позволили себя с кем-то сравнить и оказались на высоте кстати колесница это еще и колеса то есть переезд с изи с работы может быть или долгосрочная командировка может быть переезд действительно дальние иммиграция в другую страну но опять же с профессиональными с какими-то рабочими целями поэтому ждите самых невероятных предложений по работе и бизнесу дорогие девы все по прекрасно следующая карта расскажет вам про деньги хотите вы узнать про деньги в конце концов в конце-то концов денежные истории ваши ну вот так вот чисто настроенческая пятерка кубков не говорит что денег будет мало но не говорит что будет много какое-то денежное разочарование важно кратковременно очень кратковременно быстро забудется за три дня но остро в моменте пятерка кубков переживается очень болезненно знаете то вы можете потратить напрасно деньги ну покупка ненужная может состояться и потом ведь очень жалко да когда нельзя вернуть все провернуть назад а вот можете разочароваться но той же премии которую в меньшем размере вам дадут то есть вообще вот с предыдущим вот этим вот успехом карта это конечно не особо вяжется это вот такая ложка дегтя который вот бочку вашего меда ну никак не испортит она разбавится и в общем не вспомните вы проект но в моменте я повторяю что советует пятерка кубка в первую очередь не верить собственным слезам когда вы на тему денег что-то где-то загрустите ну вот я больше больше склоняюсь я предполагаю что вы просто где-то деньги потеряете потратите напрасно купите ненужную дорогую вещь как это с нами со всеми бывает и хотел что-нибудь показать дорогой и ненужной но там вот все такое и карта вам советуют просто но не доверять постарайтесь пережить переключимся на веселые надеюсь вещи любовь любовь у девы в этом октябре ваши романтические истории приключения про любовь расскажет вам влюб карта влюбленные то есть самых любовная карта как раз и старших арканов естественно она обещает исполнение самого важного самого желанного для вас в этой теме карта влюбленные это старший аркан шестой обещает одиноким девам возможность очень реально очень близкую почти гарантированная возможность встретить свою любовь встретить для себя подходящего человека и объединиться с ним в пар для тех кто уже в отношениях влюбленные это конечно я вам покажу поближе это же сцена свадьбы да это свадьба или венчание что такое там всегда изображает во всех колодах то есть это отношение которые превращаются в какие-то вот такие вот брачные может быть вы с вашим любимым человеком прежде скрывали до отношению по разным причинам не хотели чтобы на работе знали в коллективе чтоб сплетничали да вот а здесь вы вот с карты влюбленные становитесь той самой официальной парой официальные выходы в свет у вас происходит вы официально бойфренд и герлфренд для кого-то вот поэтому это конечно карта очень такая многообещающие но в целом разные производные сопутствующие какие-то факультативные вещи связаны с любовью тоже она обещает так например для уже сложившихся счастливых пар влюбленные то известие может быть о рождении ребенка у прибавление в семье о пополнении а семейство поэтому распахните ваши сердца где-то кто-то очень подходящий кто-то очень очень идеально попадающий вам в пару вот он где-то близко и вам осталось только не побояться довериться соединиться и стать вместе может быть объединиться под одной крышей вместе жить вместе сходить в загс ну что там или в церковь что вам больше нравится что вы больше любите видите как какое попадание такие чудесные вообще карты и у вас все подряд старший аркан ну кроме вот этой пятерочки пиджину которую на которую можно закрыть глаза и все вот это месяц да вот это держитесь далее дома семья недвижимость стены и близкие родственники нас обязательно позиции есть в раскладе 5 старший аркан что ли вот так не бывает прям рукава начинаю проверять себя карта звезда вас исполнится как мечта связанная с домом это может быть и покупка дома и переезд в новый дом и не знаю поездка домой если вы далеко от дома находитесь а также эту мечту какую-то заветную могут воплотить ваши потомки ваши дети то есть мечта ну строго говоря не ваша исполняется вашего ребенка мечта поступление в какой-то вуз или мечта о работе о переезде и от этой карты вот карта звезда она всегда безусловно хороший но если нет там некоторых особенных соседних но здесь соседних нету мы по одной карте достаем слава богу да вот и карта звезда она вот всегда захватывает дух поэтому если у вас даже пока мечта о новом доме не сбудется в это время не исполнится не дотянете вы но зато может это и лучше кстати зато эта мечта родиться зародиться эта мечта и она станет какой-то осязаемой реальной вообще карта обозначает желание что такое мечты это наше желание но они такой невероятной силы что дотягиваются до звезд дотягиваются до неба и поэтому исполняются поэтому говорим мечта исполнилась мечта сбылась вот совет тоже есть у карты мечтайте в конце концов то есть дерзните что-то позвольте себе хотя бы пока в мыслях замахнуться на какой-то семейную какую-то гармонию семейное счастье в конце концов просто на создание 7 если для вас это в первый раз но кто-то не в первый соглашается ну что ж удивительно прямо такой жирный расклад для девы я судорожно пытаюсь вспомнить какие у меня планеты в деве я хочу к вам примазаться в этом октябре у меня луна кстати в деве я вспомнила и совет для девы из колоды ленарван хотела было вам не доставать потому что со старшими арканами в общем про советы не говорят знаете старший аркана это неизменяемый фактор это какие-то события крупные неизбежны которые вот так вот бусинками где-то в пространстве вашей судьбы уже находятся и вам остается только благополучно дойти до этого дня благополучно до добраться до этого дня в котором вас ждет новая работа великая любовь или большие деньги поэтому не очень уместны советы с такими картами но тем не менее чтобы не создавалось ощущение что я вас обошла другим предоставала одну карту из колоды ленарман почему перевернулась она я не знаю ох карта башня ну кстати не не пугайтесь у нее значение в этом оракуле конечно совершенно другое чем в колоде таро здесь карта башня это высота то есть смысл ее высоте башни это нечто высокое и естественно на то здесь как предсказание то есть для вас достижение высокого положения кстати очень большие перемены в жизни карта предсказывает большие больше чем вы сейчас можете даже вот представить в вашем воображении потому что карта это опять же высота башня это высота она достигает то есть башни это вот да это во первых результат большого труда результат инженерные мысли результат множества усилий вот и башня это такой рывок она разрывает пространство она достигает но чего-то там небо облаков и так далее то есть для вас октябрь вместо время то есть и место до достижений вот а вам башня очевидный совет дает стремиться устремляться то есть выстраивайте насколько это возможно свою лестницу к не знаю там к должности к счастью к изобилию благополучию и так далее и башня тоже так же как карта звезда рекомендует дерзать и стремиться вот к самому лучшему к самому высокому к самому ну трудно достижимому спасибо увидимся